Крымско-татарская женщина. Какая она? Какой она была в истории? Как сейчас изменились ее мысли и стремления? Судаки провели дискуссию «Крымско-татарское пространство женское измерение». Организаторы решили отойти от традиционных проблем, которые обычно обсуждают в женском контексте. Не просто о том, какую роль женщины играли в истории крымских татар, но и о том, как женщины описываются, как вписываются в некие традиционные наши ценности и какова ее роль. Хотели поговорить о призвании женщины и о той социальной роли, которую она играет. На мероприятии выступили спикеры из разных областей – ученые, поэтессы, актрисы, психологи. Говорили о крымско-татарской женщине в истории, о социальной роли женщины и как она меняется со временем, об огромном вкладе женщин в сохранение семьи, родного языка и культуры. Говорили о 19-е сон асырын вақты ве 20-е сон асырын башы. Чүнке обетті о вақыт біздің хрымтатар қадынларымыз оқадар актив, арекетті едлер. Ве Шефика Гаспаралы, Дилар Булгаковы, Зенеп Амерхан, Айша Эсхаквай – обетті бұ исимлеріне обетті даймы жанландырмаға керек. Чүнке олармаң берәберлікті бізін меденіетіміз, бізін таасиліміз, бізін театрамыз, чүнке театрді оқадар чөк бөлі үшлер кечті. Ве ой ісімлермен ісімлермен әбетті о вақыт аныла. Роль женщины, матері, наши бабушки, девочки, в том числе, которые учились у них, что они делали в период депортации? Они же практически сохраняли нашу нацию, они сохраняли язык, они сохраняли национальные блюда, они сохраняли нас как народ. У нас разные регуляторы на самом деле регулировали жизнь крымстарской семьи по-разному. То есть изначально, примерно до 20 века, начало, это был шариат, как свод мусульманских законов, и адат, как обычное право крымских татар. И крымстарская семья, она развивалась в рамках вот такого синтеза этих двух регуляторов. То есть советский режим, советский период, он внес там свой кардинальный вклад в то, как стала функционировать крымстарская семья. То есть мы увидели там целенаправленную политику, направленную на эмансипацию женщин. На мероприятии обсудили и образ крымско-татарской женщины, проиллюстрировав это театральными миниатюрами. У нас есть какие-то свои специфические особенности, которые, наверное, условиями нашего существования, нашего выживания продиктованы. Но в целом это, наверное, вот те же проблемы, что волнуют всех женщин в мире. Организаторы встречи планируют обсудить еще много тем, которые в крымско-татарском обществе остаются малоохваченными, сделав подобные встречи регулярными и традиционными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова